Добрый вечер всем, кто присоединился к нам на телеканале Видное ТВ. Мы начинаем цикл программ под общим названием «Разговор с депутатом». В них мы в прямом эфире поговорим с народными избранниками об их работе, об исполнении наказов избирателей, о проблемах, существующих на той или иной территории муниципалитета и способах их решения. И нашим первым гостем в студии будет депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Татьяна Вуевич. Здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер, Максим. Я думаю, что большинство жителей тех участков, которыми вы заведуете, наверняка вас знают, но все же я бы хотел, чтобы вы немножко рассказали о себе. Какие, скажем так, территории муниципалитета находится в вашем ведомстве? Добрый вечер, уважаемые жители нашего Ленинского городского округа. Мне, безусловно, приятно быть первой гостьей вашей новой телепередачи. В свою очередь я хотела бы представиться Явуевича Татьяна Антоновна, являясь депутатом Совета депутатов Ленинского городского округа. Это мой первый созыв. В нашем картинском территориальном отделе порядка 17 тысяч жителей. Конкретно моя территория это совхоз имени Ленина, большая его часть это многоэтажные новостройки и поселок Развилка. Там у меня в ведении старый поселок и блок старого фонда пятиэтажных домов. Ну, конечно же, опыт показывает, что обращаются жители не только в моей территории, ко мне лично на прием приходят. Может прийти ко мне любой житель, обратиться к любым вопросам. Я, конечно же, в свою очередь помогу в решении ситуации какой-либо конкретной, либо в решении проблемы. Ну, как, в принципе, и Совет депутатов, по сути дела, это одна большая команда, где все друг другу помогают. Давайте, наверное, перейдем к вопросам. Первый из них, Ленинский городской округ является одним из самых, наверное, динамично растущих и в плане, прежде всего, в плане населения. И насколько, на ваш взгляд, актуальна проблема нехватки мест в школах и детских садах и каким образом она решается на ваших собирательных участках? Округ наш действительно динамично развивающийся, активно строящийся. Соответственно, количество жителей молниеносно растет. Строительство социальных объектов – это, безусловно, самая главная задача нашего муниципалитета. Наша главная задача – это разгрузить очереди детей в образовательные учреждения. Но ведется какая-то работа с застройщиками? Каким образом это происходит? Какая-то плановая работа? Есть перечень объектов, которые находятся в стадии строительства. У нас очень радостное событие случилось не так давно, на прошедшей неделе. На нашем округе Картинском терротделе были открыты два детских садика, два корпуса муниципального садика номер 45 «Сказка». Это очень долгожданное событие, радостное для всех. Жители очень ждали. Детишки ждали своих мест. На радостном событии присутствовали практически все жители жилого комплекса «Римский». Непосредственно там расположены данные корпуса. На мой взгляд, очень быстро был реализован данный проект строительства. Мы очень надеемся, что застройщики нашего муниципалитета будут также динамично развивать сферу социальной застройки. Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Поэтому как раз вот та стройка, о которой мы, открытие детских садов, о которых мы говорили, давайте посмотрим об этом сюжет. Проблема мест в детских садах актуальна для многих подмосковных муниципалитетов, где ведется активное жилое строительство. Теперь в Ленинском городском округе проблем у папы-мам дошколят станет меньше. На официальное открытие двух новых корпусов детского сада «Сказка» собрались местные жители, руководство муниципалитета, представители духовенства и депутаты округа. Выступивший перед собравшимися глава Ленинского городского округа Алексей Спаский рассказал, что скоро будут открыты еще один детский сад и школа в пригороде лесное и пристройка к виднувской гимназии. Есть планы и по развитию развилки. Касаемо этого микрорайона и римского квартала, и собственно поселка развилка, хочу доложить о том, что в государственной программе, то есть за счет средств местного бюджета и бюджета Московской области, запланировано строительство большого детского сада еще на 340 мест и очень большой школы на 1350 мест. И поэтому нашему строительному блоку и социальному блоку, который здесь присутствует, необходимо в этом году отторговаться с тем, чтобы в 22-23 годах закончить данные мероприятия. Представитель компании-застройщика передал директору детского сада символичный ключ. Затем глава муниципалитета вместе с одной из хозяек дошкольного учреждения перерезал красную ленту, после чего для почетных гостей устроили небольшую экскурсию. Все технологическое оборудование, все соблюдено, все в норме, все работает, все цеха, все как положено по садбину. Каждый из двух корпусов рассчитан на 120 мест. Их общая площадь почти 4000 квадратных метров. Уже сейчас в эти детские сады принято 163 ребенка, то есть существует много свободных мест. Параллельно новые корпуса показали родителям и тем, кто уже привел сюда своих детей, и тем, кто только готовится. Увиденным они остались довольны. Новый садик, чисто, красиво, аккуратно. Очень хотелось бы туда пойти, попасть. Детям будет хорошо там. В корпусах детского сада предусмотрены групповые помещения, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. Оборудованы спортивные и музыкальные залы. Каждый корпус имеет полностью оснащенный пищеблок, медицинский кабинет и прачечную. Очень красивое, светлое, уютное помещение, яркие игрушки. Очень радует, что коридоры широкие, просторные. И я думаю, что дети сюда будут ходить с удовольствием. На улице расположены прогулочные веранды, малоигровые формы, спортивные площадки для физкультурных занятий на свежем воздухе. По периметру здания установлена система видеонаблюдения. Для маломобильных групп граждан в учреждении создана безбарьерная среда. Это встроенные, пристроенные детские сады, располагающиеся на первом и втором этаже жилого дома. Но хочу отметить, что для жителей, которые здесь живут, это, несомненно, является большим удобством. То есть фактически спустились с подъезда в лифте вниз, и вы попадаете сразу в сказку. Учреждение обеспечит жителей микрорайона доступным дошкольным образованием и будет способствовать ликвидации очередей для детей от 2 до 7 лет. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Мы продолжаем нашу программу. Разговор в прямом эфире с депутатом Совета депутатов Ленинского городского округа Татьяной Уеевич. Глава уже озвучил в сюжете, но, думаю, стоит еще проговорить этот момент. Как я понимаю, на этой территории эта история с открытием школьных и дошкольных учебных заведений пока не закончилась. Да, не закончена. Это у нас сейчас очень такой динамично развивающий микрорайон. Там предусмотрено еще строительство пяти корпусов жилых, четырех-пятиэтажных. Соответственно, количество жителей будет расти. Застройщик предлагает проект на ближайшую реализацию школы на 1350 мест. Также там будет предусмотрено строительство еще одного детского сада муниципального. Школа тоже будет муниципальна на 340 мест. И также там будет предусмотрен детский сад на 60 мест на платной основе. Это будет частный детский садик. Мы очень надеемся, что в дальнейшем удастся реализовать еще несколько проектов. У нас остро еще стоит вопрос в совхозе имени Ленина по пристройке к муниципальной школе. Потому что там у нас количество жителей тоже растет неумолимо. У нас уже порядка 7 тысяч жителей в совхозе имени Ленина. И на данный момент у нас всего две школы. Одна из них в объединении Москвы. Это 548-я школа. И одна школа муниципальная. Конкретно муниципальная школа очень сильно нуждается в пристройке. Мы сейчас активно работаем над этим вопросом. На место приезжал глава нашего округа. Также мы лоббируем вопрос во всех инстанциях градостроительных. Все в курсе этой проблемы пытаемся реализовать в кратчайшие сроки, чтобы нашим жителям было комфортно на территории и не было проблематики возить детей в какие-то другие школы, в том числе и в Москву. Ну, как говорится, вода камень точит. Я так думаю, что в конце концов все получится. Прежде чем продолжить, я хочу обратиться к нашим телезрителям. На своих экранах вы видите телефоны нашего прямого эфира, куда вы можете позвонить. Оператор передаст мне ваш вопрос на ноутбук, и я задам его нашей гости. Итак, следующий вопрос. В муниципалитете постоянно идет работа по благоустройству. Мы знаем там массу всевозможных программ. Насколько активно идет благоустройство придомовых территорий в Развилке, их озеленение, создание новых парковочных пространств? У вас правильное такое уточнение сейчас. Оно не случайное, конкретно поселка Развилка касающийся. Действительно, мы сейчас в Развилке активно работаем на территории, наш территориальный отдел, включая всех депутатов, которые находятся на данной территории. Мною была инициирована встреча первого заместителя главы Гравина Альберта Александровича, также приезжала Лобачев Елена Сергеевна. Как говорится, они осмотрели территорию, оценили все масштабы бедствия, были озвучены все актуальные насущные вопросы. После их приезда у нас началось активное взаимодействие с властью. Силами муниципальных служб МУПа и Дорсервиса нам удалось запустить сейчас проект по благоустройству придомовых территорий. Что это значит? Это значит, мы сейчас по запросам жителей, там где-то необходимо, организовываем парковочные пространства для жителей. То есть это идет разлиновка мест, мест для инвалидов, чтобы это было как-то не хаотично расставленные автомобили, а чтобы это все было как-то упорядочено. Также у нас идет благоустройство, это опил деревьев, установка дополнительных каких-то ограждений, чтобы это все как-то культурно смотрелось. Также у нас в рамках всяких различных акций муниципальных и акций губернаторов по различным программам мы пытаемся активно использовать их в своих целях, чтобы высадить деревья, облагораживаем памятники воинам. Вот у нас была программа «Посади лес». У нас было высажено более 30 деревьев в различных точках, где это было необходимо. Конечно же, наш терроотдел нуждается в очень многих ресурсах, чтобы реализовать все задуманное. Но мы над этим активно работаем. Я могу сказать, что у нас работает достаточно молодая команда сейчас в управлении терроотделом. Я считаю, что мы движемся в верном направлении и активно взаимодействуем с жителями. Их привлекаем и на субботнике. Стараемся выходить с ними на диалог, их слышать. Потому что путем прямого диалога с жителями нам очень становится ясна проблематика из первых уст. Каждый житель может прийти в территориальный отдел, обратиться лично к главе терроотдела. Либо я все время практически 24 часа в сутках нахожусь на связи. Это любые социальные сети, приложения. Я считаю, что мы очень сейчас работаем активно на территории. И это видно даже невооруженным глазом. В общем, мы стараемся. Конкретно за себя могу сказать, что я очень стараюсь, чтобы жителям нашим было комфортно находиться на территории поселения. Ну, прежде всего, это, как я думаю, большая предварительная работа. Как вот на этом, скажем, этапе осуществляется контакт с жителями? Это же ведь надо каждого выслушать. Потому что я знаю, что мы рассматривали несколько историй, которые были здесь у нас видны по благоустройству. И там действительно приходилось искать очень сложные компромиссы. Одни говорят, мы хотим здесь парковку. Другие говорят, а нет, мы хотим здесь сквер. Как вы в таких ситуациях поступаете? Ну, смотрите, сейчас, слава богу, у нас такой век передовых технологий. У нас существует активная группа жителей. Это чаты. Посредством такого общения нам удается очень быстро выявлять проблематику. Есть группа активистов, которые доносят некое обобщенное мнение жителей. Есть старшие по домам, которые конкретно озвучивают общее мнение. Доносят до нас уже конкретно перечнем. У нас таким образом сейчас идет реализация проекта по капитальному ремонту, что касается развилки, в доме 29, в доме 31. Вчера мы приняли дом 14. Это все, я считаю, благодаря взаимодействию вот этой активной группы активистов, которые буквально отписывают нам точечно, вплоть до того, что нужно сделать, что поменять. Я считаю, что это залог успеха для дальнейшей работы, качественной работы с населением. Тогда следующий вопрос, который касается, кстати говоря, тоже развилки. Это вопрос расселения старого поселка. Как я понимаю, это все одна история, которая связана с долгостроем, в который наконец-то будут вдохнуть новую жизнь, насколько я знаю. Расскажите подробнее об этой истории. Что касается, это как раз-таки находится в моем ведении, старый поселок. Там 9 домов, они находятся в аварийном состоянии. Жители уже долгое время ждут расселения из этих домов. К сожалению, это неприятная история с застройщиком, с прошлым застройщиком жилого комплекса «Новая развилка», он ранее назывался. Что мы сейчас в настоящее время имеем? К нам зашел новый застройщик. Это организация ПСТ Групп. Им удалось реализовать этот проект «Сдвинуть с мертвой точки». Туда зашла техника, все как-то зашевелилось. Люди воспряли духом, потому что они уже не верили в то, что эта стройка когда-либо снова запустится. Насколько я знаю, очень жесткий идет контроль и со стороны администрации, и со стороны депутатского корпуса. Да, все верно. Я неоднократно была на строительном участке. Мы очень за ними внимательно следим. Существует группа специальных жителей, которые уже приобрели квартиры в этом доме и те, которые должны расселиться. Там существует человек от группы ПСТ застройщика, который как координатор ежедневно выкладывает отчет о стадии строительства жилого комплекса. Хотелось бы заметить важную деталь, они теперь переименовали жилой комплекс, теперь он будет называться «Три квартала». И это как-то так символично для всех жителей, потому что новое название, и как бы забывается старая история негативная. С застройщиком с прошлым, и люди как-то вот сейчас позитивно настроены, и как-то вот сейчас и доверяют больше и власти, и администрации, потому что предыдущий вот неприятный опыт все-таки такой след оставил, ну, такой очень неприятный для жителей, для наших. И что же будет с расселением? С расселением первоочередники у нас, когда первый корпус обещают сдать на следующий год, это 2021 год, четвертый квартал 2021 года, как нам обещает застройщик. Естественно, первоочередными жителями новых домов будут как раз расселены жители старого поселка. Вот. У нас существует уже список конкретной фамилии, которые в порядке очереди будут получать свои ключи. Мы очень надеемся, что это случится в заявленный срок. Какие, кстати, сроки, да? Сроки, там будет три корпуса. Первый корпус обещают сдать следующий осенью. Но мы очень надеемся, что как бы не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, и люди вновь не потеряют надежду. Но в любом случае мы контролируем весь этот процесс, мы участвуем в нем. Все жители находятся в тесном контакте и с застройщиком, и с нами, и с депутатами, и с властью. Поэтому я очень надеюсь, что мы когда-то эту историю благополучно отметим всем территориальным отделам, что наконец-таки нам удалось сдать этот объект. Неизменно время нашего эфира подходит к концу. Тем не менее, еще один вопрос мы сможем рассмотреть, который, опять же, мы, в общем, все это делали по... Все эти вопросы подбирали, собственно говоря, по пожеланиям жителей местных. И он, опять же, касается развилки. В развилке коллапс с мусором в связи с тем, что неорганизованы мусорные площадки в деревнях. То есть это, видимо, очень насущная проблема для поселения. История с мусором, она не менее актуальна, как и все другие истории, которые мы сегодня упомянули. Дело в том, что у нас региональный мусорный оператор, который работает на территории, он немножечко, на мой взгляд, как-то не очень справляется со своими обязательствами. Мы неоднократно поднимали этот вопрос и у главы на совещаниях. Всячески пытаемся взаимодействовать с кураторами оператора. Они, конечно же, пытаются в онлайн-режиме как-то реагировать на наши все запросы. Но хотелось бы, чтобы они самостоятельно, регулярно выполняли свои обязательства. Почему коллапс на развилке? Потому что, опять-таки, у нас на территории 6 деревень. И, к сожалению, у нас поменялась система и структура вывоза мусора. То есть, ранее, до захода этого мусорного оператора, оператора по вывозу мусора, у нас был помешочный вывоз в деревнях. К сожалению, эта схема теперь не работает, потому что поменялась структура. И теперь у нас остров стал вопрос о реализации проектов по строительству мусорных площадок. В каждой деревне. Централизованно могли это все вывозить. Да, централизованно, чтобы оператор мог вывозить, да. Но дело в том, что у нас в деревнях есть тоже активные жители, которые не очень готовы видеть около своих домов эти мусорные площадки. Опять-таки, это все вопросы к оператору, с которыми мы сейчас активно находимся в диалоге, о своевременном вывозе мусора. То есть, я считаю, что если наладится своевременный вывоз, то и проблемы мусорной и коллапса у нас никакого не будет в развилке. Немножко не понял. Площадки есть или их нет? С них мусор вывозится? Строительство площадок планируется на территории деревень. Я сейчас конкретно говорила про коллапс в развилке. Он охватывает как бы два момента. Почему коллапс? Потому что мусорный оператор не вовремя вывозит этот мусор, с чем мы сейчас боремся активно. И второй момент, это потому что деревня не имеет своих площадок. То есть, второй момент мы сейчас обязательно реализуем силами муниципалитета, потому что у нас запланировано строительство этих площадок. Но опять-таки, когда мы реализуем этот второй момент, у нас обязательно должно быть такое видение и понимание, что оператор будет вовремя обслуживать все эти площадки, вновь прибывшие к нему на обслуживание. Вот в этом и стоит наша задача, чтобы как-то наладить взаимодействие между оператором, жителями, нами, властью. Ну и насколько сложно это? То есть, когда, скажем так, по вашему мнению, наступит какой-то более-менее порядок в той же самой хотя бы развилке, там понятно, там пока не построятся места для вывоза мусора, пока ничто сделать невозможно. А в самой развилке ведь места есть, оператор есть. Ну это такой риторически сложный вопрос. Если все контролировать, то порядок будет. Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы воспитать оператора, чтобы он этот порядок соблюдал, порядок вывоза. Со своей стороны, я не могу обещать какие-то сроки, когда наступит порядок, но мы контролируем, держим ситуацию под контролем. Вот я лично держу каждое утро эту ситуацию под контролем, потому что наши активные жители мониторят ситуацию с вывозом ежедневно, фотографируют, отписывают, когда приехала машина, когда уехала. Поэтому я считаю, что вот такими вот силами взаимодействия жителей и депутатов мы каким-то образом все-таки нам удастся урегулировать взаимодействие с оператором. Отлично. Операторы мне наши говорят, что время нашего эфира стремительно подходит к концу. У вас есть буквально несколько секунд, чтобы обратиться к своим избирателям, к людям, которые живут на ваших участках, может быть, с каким-то теплым, добрым словом. Ну, в первую очередь, хотела бы поблагодарить за приглашение на эфир. Жителям я от всей души желаю всем благополучия. Хотелось бы и дальше также взаимодействовать с вами и быть в постоянном контакте. Я считаю, что это залог успеха работы любого депутата, ну и любого органа власти. Спасибо, Татьяна, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что в прямом эфире в новой программе «Разговор с депутатом» мы беседовали с депутатом Совета депутатов Ленинского городского округа Татьяной Буевич. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok